Песков Дмитрий Иванович, я не знаю, какое у него отчество на самом деле, Дмитрий Усадович Песков напомнил своем выступлении о возвращении в Советский Союз уехавшей после 1917 года интеллигенции. Сейчас вы поймете, к чему я веду. Итак, многие ученые и писатели, покинувшие Россию после 1917 года, затем вернулись в страну, тогда 1917, и принесли ей пользу. А те, кто остался за рубежом, там так и сгинули, сказал Дмитрий Усадович Песков на фестивале новых медиа. Смотрите историю нашей страны. После революции сколько уехало творческой интеллигенции? Ведь много. А сколько ученых уехало? Очень много. Бедствовали за границей. Кто-то бедствовал, кто-то творил, кому-то удавалось. А потом, уже в начале 30-х годов, посылали гонцов к тем людям, уговаривали их вернуться, включая многих писателей, которых наши с вами дети проходят в школе, и ученых, которыми мы восхищаемся, как нашими соотечественниками. Большинство из них удалось, говорит, вернуться. Они принесли родине много пользы. А те, кто были настоящие враги, те там и сгинули. Понимаете, как рассказывает Песков, да, что, дескать, вы, дорогие уехавшие, отъехавшие из России в связи с войной, в связи с тем, что Россия стала страной победившего нацизма, вы возвращаетесь, пожалуйста, приносите пользу своей родине. Забывает Песков рассказать, что большинство из тех, кто вернулся тогда в Советскую Россию, были репрессированы, расстреляны, сгнили в ГУЛАГе. Забывает, забывает, забывает. А почему именно сейчас вдруг россияне занялись тем, что надо им возвращать, возвращать, ну, скажем так, выехавших, отъехавших, не знаю, как сказать, хороших русских, в общем, тех, кто выехал за границу из России, почему им это понадобилось? Я думаю, не только потому, что Песков сам указывает, что коэффициент рождаемости в России стал 1.4. 1.4 ребенка на женщину. Говорит, это ужасно, это отвратительно, это кошмар для нашей страны, что у нас такая демография. Я такой сижу, слушаю Пескова, это вот на этом самом выступлении, и думаю, подожди, братан, так это ж при Путине. Ну, в смысле? У вас Путин руководит страной 25 лет. То есть те, кто сейчас рожает детей, они сами родились при Путине, правильно? И рожают при Путине. То есть это Путин довел страну до такой низкой рождаемости? Ну, на Ельцину уже не списать, ну, никак. Какой кошмар, какой кошмар. Это ваша борьба за демографию была? Вот так. Ну, ладно, я не об этом. Чего же им вдруг понадобилось призвать обратно всех бежавших? Скажу. Если зовет своих мертвых в Россию, то значит беда. Скажу, почему. Потому что у них сегодня прорвало дамбу Беломора Балтийского канала, того самого Беломор-канала, который кайлом били зэки ГУЛАГа. Беломор-канал. Помните эти папиросы знаменитые? Беломор-канал. Им снова надо копать Беломор-канал, потому что тот уже испортился, который прошлые зэки откопали. Им нужны еще миллионы зэков, поэтому они призывают вернуться в Россию тех, кто уехал от войны и от русского фашизма. Найдутся ли ***? Ну, говорят, что иногда находятся до сих пор. Но это дело не наше. Наше дело, куда эта самая Россия ведет мир, что она с ним пытается сделать, как она пытается нагадить по всему миру. Вот об этом сегодня в передаче, которая называется «Предчувствие холодной войны». Ну, вы поняли, что это аллюзия на предчувствие гражданской войны Шевчука. Вот вчера в городе Петербурге читаю новость «Путин на дне российского флота». «Путин на дне российского флота». Я такой честно, когда прочитал, я подумал, что «на дне», в буквальном смысле «на дне», вот видите же дно. Кстати, Горький, один из тех, кто вернулся когда-то в большевистскую Россию, написал пьесу «на дне». Вот он не про то писал, не про то писал. Ему надо было «на дне» писать про российский Черноморский флот пьесу. Вот Путин на дне российского флота в Петербурге. Я уж обрадовался, думаю, Путин будет принимать парад погибших кораблей. Ну, то есть будет по дну ходить в батискафе и честь отдавать мертвым морякам. Но это было бы красиво, просто была бы сцена, можно сказать, из «Пирата Карибского моря». Это «Мертвые матросы не спят» или как там у них называется. Мертвецы не рассказывают сказки. Да. Вот. Я поэтому думал, что это дно флота. А оказалось, день флота, что у них вчера был такой день, 28 июля, когда вот отмечают день флота. Но не обошлось без холодной, конечно, войны. Итак, в этом самом параде, главный парад военно-морской в Петербурге, приняли участие 20 кораблей и одна подводная лодка, 2500 моряков. Но вот что интересно. Из Черноморского флота как-то никто не приплыл, кроме одного катера, который отстаивался в Сирии всю эту войну. Почему никто не приплыл? А-ца-ца-ца-ца-ца. Кажется, они все утонули. Кажется, они все. Черноморский флот утонул. Но одним флотом меньше уже, как бы. Флот с возу кобыли легче, как говорится. Вот так. Поэтому глава государства российского на катере «Раптор». Мы таких много, кстати, топим. Жаль, что в этот раз не получилось. Где силы спецопераций? Вот это было бы отметить, я понимаю. Мы же этих катеров «Раптор» утопили уже много. Причем в том числе и ГУР, и силы спецопераций этим занимались. Вот этот катер «Раптор» один на Неве утопить, и все, казалось бы, да? Вот это был бы праздник-праздник. Праздник-праздник. Так вот, на катере «Раптор» в сопровождении министра обороны Российской Федерации мерзкого Гнуса Белоусова и командующего военно-морским флотом Моисеева, потому что прошлый командующий в розыске в Гааге, его найти не могут, Соколов. Теперь у них Моисеев командует военно-морским флотом. А, нет, тот только Черноморским. Правильно, Черноморские же мы утопили, а Соколова отправили в розыск. Значит, среди участников линкор «Полтава». Линкор «Полтава». А что это у них вообще-то? Что это они в честь нашего города свой линкор назвали? Я вообще не понял. Да. Малые ракетные корабли. Мы тоже такие любим топить, кстати. Серпухов и Одинцов. Корвет. Корветы мы топили? Кто-нибудь знает, напишите. Я просто не помню, топили ли мы корветы. Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Вот это, кстати, мы еще не топили. Патрульные катера ледового класса, еще пока мы не топили. Но, я думаю, у силы спецоперации все еще впереди. У нас просто в Черном море нет катеров ледового класса. И вот там, значит, хвастаются, что вооруженные калибрами корабли морского флота России нанесли удары по более чем двум стам критически важным объектам противника в ходе спецоперации, сообщил диктор в ходе доклада. Но, в общем, ладно. Что там? Это, кстати, достаточно забавная была сцена, когда эта мерзкая рыло путинское, отвратительное, кричала в матюгальник про то, что оно приветствует, рада приветствовать матросов. Но для участия в этом самом параде, так как мы большую часть русского флота уже утопили, пригнали иностранные флота, эскадренный миноносец «Дзяо Цзо» – военно-морских сил Китая, и учебный корабль «Ла Сумам» – военно-морских сил Алжирской народной демократической республики, а также фрегат «Табар» – военно-морских сил Индии. «Табар» – кончуют они, видел. Вот так индусы, алжирцы и китайцы приплыли тоже принимать участие в этом празднике страны-агрессора. Вот так, к сожалению, постепенно формируется этот самый фашистско-террористический интернационал. Не знаю, как его точно назвать. Ну, кто не видел, посмотрите эту сценку, потому что китайцы почему-то зигуют Путину в буквальном смысле этого слова. Я даже этот жест вам не могу показать, меня за это YouTube забанит. И на китайском ему зигуют, отвечают и так далее. Вот, так вот, выступая там на этом самом дне, когда Путин выступил на дне, у него была и политическая часть выступления, не только вот это зигование взаимное. Он сказал, он прокомментировал заявление американской администрации, правительства Германии о планах размещения в 2026 году на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. Значит, ну, наверное, вы знаете, если слушали мой пятничный выпуск, по 5.44, я сказал, что американцы приняли решение и с немцами договорились, что американские ракеты «Тамагавк» через два года, но в течение двух лет будут размещены в Германии, там же будут еще какого-то класса ракеты, не помню название, и там же будут новые гиперзвуковые американские ракеты. Для нас это хорошо, почему? Все, что в Германии, через год у нас. У них будут «Тамагавки», значит, у нас тоже скоро окажутся «Тамагавки». Почему это холодная война? Ну, потому что с этого-то решающая битва холодной войны и начиналась. На моих вот собственных глазах, ну, как, в телевизоре, конечно. В начале 80-х годов, а то было решение принято в 79-м, а физически реализовано, по-моему, в 83-м. Было принято решение разместить крылатые ракеты, ракеты «Першинг-2» в Германии. И не только в Германии, а вообще в Европе. Это ракеты с ядерными боеголовками, естественно, в том числе. В Германии, в Италии их размещали, в Великобритании, где-то еще. Сейчас все страны не вспомним. В Норвегии, по-моему, на Мальте, по-моему, черт его знает, не помню. Много где размещали. Но в Италии и Германии это вот 100%. Размещали эти ракеты «Першинг-2». Советская телевидение только об этом говорило, что ай-яй-яй, какой кошмар. Советский Союз, в свою очередь, разместил ракеты СС-20, по-моему, в ответ. Ядерные, по-моему, в ГДР или еще где-то. Это был апофеоз холодной войны, после чего Советский Союз не выдержал и рухнул. Поэтому мне кажется, что размещение этих ракет говорит о том, что, как говорится, недолго осталось фраеру танцевать. К сожалению, долго, потому что, если бы они сейчас разместили ракеты, было бы совсем хорошо. Но, видимо, подготовиться надо. Россия же будет пытаться отвечать, и тут надорвет себе пупок в этот момент, само собой. И действительно, Путин сказал, что отвечать будет. В зоне, говорит, досягаемости этого оружия, сказал Путин, окажутся важные российские объекты государственного и военного управления. Ну, еще бы окажутся. Так на них и нацелено будет. Конечно, эти ракеты размещаются, чтобы уничтожать объекты в Москве, в Санкт-Петербурге и в других городах. Ну, не мирные, а военные объекты. Наши административно-промышленные центры, о, Москва, Санкт-Петербург, оборонительная инфраструктура. А подлетное время к целям нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут, сказал Путин. Да что там в перспективе, Владимир Владимирович? Мы сразу их оснастим ядерными боеголовками. Мы же не, ***, тамагавки туда-сюда таскать, чтобы обычными ракетами по России пулять. Ну, конечно, ядерными. В случае реализации таких планов Российская Федерация будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, подчеркнул он. Да вы и сейчас можете чувствовать себя свободными, просто у вас не получается. А так-то свободен. Все, свободен. Вот так. В общем, угрожает, что тоже будет свободен для размещения. Ну, вот пусть освободится для размещения. Потому что Европа взялась по-настоящему. Первое. Размещение вот этих ракет. Второе. Создание Франции, Германии и Италии совместно собственных аналогичных ракет. И вот новость из «Таймс». Великобритания планирует разработать дальнобойные ракеты, способные уничтожать ядерное оружие России. Радиус действия – 3200 километров. Уничтожают тактическое ядерное оружие. Об этом сообщила «Таймс» со ссылкой на дипломатические источники. Причем над этим работать будут совместно с Германией. Ракеты планируют развернуть на немецкой территории. Ну, чтобы поближе стрелять было. Вообще, Германия будет такая мощная прям стартовая площадка для ракет. Американское оружие при этом станет промежуточным изменом, пока Европа разработает свои ракеты. То есть сначала размещаем американское в 1926 году, в том числе ядерное. А потом заменяем на британскую эту разработку. И вот то, что я говорил, разработка совместная Германия, Франция, Италия и Польша тоже. Кстати, очень хочется, очень хочется видеть в этом конгломерате и Украину. Это было бы максимально логично, если бы это была ракета производства Германия, Франция, Италия, Польша, Украина. Ну, потому что у нас, слава богу, уж традиции производства ракет у нас есть. Мы можем внести настоящий вклад. Это не шутки будут, когда украинские ракеты в Германии. А? Ну и в Финляндии, конечно. А как? Украинские ракеты в Финляндии? Что там у него с подлетным временем у Путина? 30 секунд будет? 10 минут? *** два. 10 секунд подлетное время из Финляндии, я думаю, окажется. Правильно? Наших украинских-то ракет. Вот вам и холодная война. Я почему такой сторонник холодной войны? Только настоящий, по-рейгановски, по-тетчеровски. Потому что именно так можно задушить Россию. Вот этими локальными боями мы только мы теряем наших людей. Они теряют свои *** с ними. Это россияне, их не жалко. Но мы теряем наших людей из-за локальных боев, из-за нашей такой локальной горячей войны. Давайте заменим ее на тотальную холодную войну. Окружим Россию кольцом добра из ядерных ракет. На смену вот этой горячей нашей локальной войне, где гибнут наши люди, должна прийти глобальная холодная война с возможностью уничтожения всего российского ядерного и другого потенциала. Видите, британцы же именно ядерный потенциал России собрались уничтожать. То есть все-таки наконец-то хоть кто-то в мире задумался о том, что Россию уничтожать все равно придется. Ну, либо она должна добровольно разоружиться. Нельзя оставлять на планете ядерную страну под названием Российской Федерации. Ни в каком виде, ни при какой власти. Мы не можем им больше поверить еще раз. Какие бы либералы там не пришли к власти, сначала сдайте ядерное оружие, потом будем говорить о снятии санкций. Иначе что, мы снова поверим им? Снова поверим россиянам, что они не будут обещать, не будут использовать ядерное оружие против мирных людей? Не будут угрожать всему миру? Совместно со своими товарищами по террористическому интернационалу. Министры обороны Великобритании и Германии обсудили вопрос о создании ракет 24 июля, то есть на прошлой неделе, на встрече в Берлине. По словам дипломатического источника, недавнее заявление президента Путина и других чиновников указано на то, что Россия снижает порог применения тактического оружия. Это тревожно развитие событий. Да, вот Путин такими заявлениями, как на параде, собственно говоря, и проводит эскалацию. Только он словами на параде, на дне, все это говорит. А британцы с немцами по-настоящему, они же делают настоящие ракеты. У британцев с немцами настоящие инженеры. В том числе те, которые уехали, по словам Пескова. Беглые инженеры из России, конечно же, тоже примут участие в разработке ракет, обцеленных на Российскую Федерацию. Этот террористический интернационал шагает по планете. Вчера я вам рассказал про выборы в Венесуэле. Помните, вы меня спросили, я подготовился и рассказал. Наташа Наталья спрашивала. Так вот, несмотря на все опросы, по которым Мадуро, нынешний президент Венесуэла, должен был набрать 20%, не больше, а представители оппозиции 60%, все, уже опубликовали результаты выборов, Мадуро получает 51%. Все хорошо сказала власть, 51%. Правда, пока не успели посчитать голоса на 30 тысячах участков. На 30 тысячах участков не успели посчитать, но Мадуро уже объявили победителем. К сожалению, оппозиционный кандидат Эдмунда Гонсалес набрал всего 44%. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Зато Мадуро 51%. Ой-ой-ой, какой молодец, какой молодец, какой молодец. Но что интересно, оппозиция тут же заявила о победе своего кандидата Эдмунда Гонсалеса. «Венесуэльцы и весь мир знают, что произошло», — сказал Гонсалес в своем первом выступлении после завершения голосования. Как в мире на это отреагировали, угадайте, с трех раз. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, он точно из России, Мелик-Багдасаров, заявил, что итоги голосования заслуживают доверия. Победа Мадуро, по его словам, укрепит силу и авторитет действующего правительства. А вот у США есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю венесуэльского народа, заявил Энтони Блинкен. Я говорил, что американцы ставили условия снятия каких-то нефтяных санкций с Венесуэлы, что в Венесуэле допустят до выборов оппозиционного кандидата. Вот допустили, но потом написали ему, что он проиграл, поэтому Блинкен про это и сказал. Это я показал ноль в смысле, что совсем не прибавится подписчиков мне после этого видео. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео и подпишитесь на канал Шетельман. Все-таки к холодной войне готовимся, надо быть вооруженным. Подписан, значит, вооружен. Подпишитесь. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Мадуро, естественно. Сегодня достоинства и мужества венесуэльского народа выстрожествовали над давлением и манипуляциями. Аргентина не признает победу Мадуро на президентских выборах. Об этом заявил Хавьер Милей, наш братан, украинский брат. Мы его называем наш украинский брат в Южной Америке. Это лучший наш друг в Южной Америке. Все свидетельствует о сокрушительной победе оппозиции, считает Хавьер Милей. Сложно поверить в результаты выборов, на которых якобы победил Мадуро, заявил президент Чили Габриэль Борич. Еще один наш брат из Южной Америки. Не признал победу Мадуро президент Коста-Рики Родриго Чавес. Чавес, а не признал все равно. Ну и наконец власти Ирана, конечно же, поздравили Мадуро с успешным проведением выборов и переизбранием на пост президента. А мы-то удивлялись. Ну а как еще может быть Иран? Чувствуете, какой интернационал, да? Иран. И вот почему я так много уделяю внимания Венесуэле? Потому что вот еще одно поле битва добра со злом. Венесуэла. Но вы знаете, что вселяет уверенность? Пока, пока. Пока. В советское время все-таки, когда была холодная война, то на стороне Советского Союза было очень много стран. Были вот оккупированные страны Восточной Европы, Польша, Венгрия, Чехия и так далее. Словакия, Болгария, какая-нибудь Югославия, я не знаю, Албания. Были вот эти Монголия с Китаем, точно. Были еще все эти Вьетнамы, Лаосы, Кампуччи. Была куча стран, которые, так сказать, социалистический путь развития. Все эти Конго, Йемены демократические. Кто там еще? Не знаю. Ангола, Никарагуа, Сальвадор. Все это было. Куба, это, как ее, Гренада. Чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, чтобы мы так жили. Сейчас это число этих стран, оно не такое большое. Число стран, которые составляют эту ось зла. И вся борьба сейчас, по-моему, за китайцев. За китайцев. Потому что если вот эта ось зла будет такая, как сейчас, Россия, Иран, Северная Корея, Беларусь, вот, возможно, Венесуэла, то, ну, там еще экваториальная Гвинея, то мы их, я думаю... Но китайцы, если к ним присоединяться, будет сложнее. И вот как убедить китайцев не присоединяться к оси зла? А очень просто. Если они увидят, что есть настоящий фронт свободных людей, то они не полезут на рожон, они шутки, что ли? Они всегда за тех, кто побеждает, китайцы. Поэтому они будут с нами, китайцы. Или хотя бы останутся нейтральными. Но для этого нужны настоящие буйные лидеры на планете Земля, которые нашу-то коалицию свободных людей-то построят. А пока наш корреспондент в Колумбии, корреспондент Канал Штельман в Колумбии, Алена, сообщает, говорят о монументальной фальсификации выборов. Жаль венесуэльцев, не знаю, чем закончится все это. Люди в отчаянии. И мы также в Колумбии очень сожалеем, что диктатура Мадуро в Венесуэле продолжается. Ведь, наверное, будет новая волна миграции, и большинство приедут сюда, к нам, в Колумбию. Ждем, что завтра скажет наш президент Петро, но он поддерживает Мадуро. Вот такая проблема еще и с Доном Петро. Он поддерживает Мадуро. И в Колумбии, видите, опасаются массового беженца. Ну, посмотрим, что будет действительно. Смогут ли, начнется революция, болотная площадь, площадь Сахарова, или что у них там есть. В Цукермане, не знаю, в этом... Венесуэле. Цукероса, Цукейроса. Площадь Цукейроса. К войне и миру переходим нашему уже. Но мы еще вернемся к предчувствию холодной войны. Не парьтесь. Еще холодно будет. Зеленский вчера интересное заявление сделал. Говорит, в интервью японскому каналу, видимо, накануне нашего поединка на саблях Ольга Харла, к концу ноября Киев подготовит план по достижению мира. Украина не может ответить на призывы к перемирию, пока ее территория находится под контролем России. Тремя факторами для справедливого прекращения войны Зеленский назвал терпением, поддержкой и дипломатическое давление. Украина начнет детальное обсуждение с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности. Дополнительное давление на Россию может оказать единство сектора европейских стран. Вот заметили? Я сейчас прочитал так подряд какие-то цитатки из интервью Зеленского. А ведь смотрите, как забавно. Заметили? Я вот это говорил, я еще услышал, как Марк Фейгин это говорил, что все наши прошлые рассказки о том, нашего имеют руководство, что мы тут готовы к переговорам с Россией, это все такая дипломатическая встречная контр-игра против лавровской дипломатии, и путинской дипломатии. В смысле, вы хотели переговоров? Да, конечно, конечно, мы очень хотим, вообще не вопрос. Но как только доходит до конкретики, что мы говорим? Мы говорим о том, что Украина не может ответить на призывы к перемирию, пока территория находится под контролем России. То есть да, конечно, немедленно прекратить огонь, просто перестать стрелять, все как просят Нобелевские лауреаты. Но, конечно, сначала Россия должна же вывести свои войска с территории Украины. А как иначе прекращать огонь-то? Что же они так и будут, только без огня? Вы ловили идею? Идея в том, что мы их водим за нос. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Потом Путин будет рассказывать, что мы их водили за нос все это время. Они все время размахивают бумажули о том, что якобы мы там в Стамбуле какие-то договоренности достигли, что-то там парафировали, парафинили. А у нас теперь бумажули со швейцарского саммита. Вот, смотрите, все же написано. Территориальная целостность. Я реведерчи на этом. Все. Извините, другие планы не рассматриваются. Молодцы, короче, наши дипломаты, мне кажется. Развели всех. Ну, в смысле, американцам и европейцам, чтобы их успокоить, показали, вот же бумажули, все есть. А русийским, которые на дне, о, вифиг вам. Тирно-индейская такая. Поэтому, никакого прекращения огня 1310, 1310 россиян. Давненько такой большой суммы не было. Видимо, это наши решили округлить. Почему 1310? Потому что, в результате, получилось ровно 576 тысяч россиян сложило головы на этой войне, ну, убитые и раненые. 576 тысяч. Вот. Благодаря тому, что сегодня ровно 1310. Так все округлилось. 12 танков, 8 БТРов, что уже привычно, но 74 артиллерийских системы. Вот это точно абсолютный рекорд. Что и где мы там накрыли, сори, не знаю, но сумма абсолютного рекорда этой войны. 74 артиллерийских системы за один день мы не уничтожали никогда до сих пор, ответственно вам говорю. Прилетело сегодня ночью по Белгородской области, по Орловской области. Это в России такие есть. Области. Беспилотнички наши прилетели, значит, и разгромили, и взорвали их электроподстанции. Все это видно на видео, где много матерятся россияне и рассказывают о том, как... Ну, в общем, они нас почему-то не любят, не знаю. Почему-то они нас называют нехорошими словами. Непонятно за что, в общем. Мы же что? Мы же ничего. Мы же сидели, никого не трогали, правильно? Вот. Даже по сообщениям российского Минобороны 39 больших беспилотников улетало над Россией вчера. Ну, сегодня ночью, в смысле. 19 над Курской, 9 над Белгородской, 3 над Воронежской, 5 над Брянской, 3 над Ленинградской областями. Ну, понятно, что по мнению россиян все сбито, но я думаю, что свежие новости к вечеру узнаем, что еще, кроме Белгородских и Орловских электроподстанций, мы уничтожили. На запроседшие выходные обещал вам отчитаться, что один истребитель Су-34 упал сам, выполнял учебный полет в Волгоградской области. К сожалению, был без боекомплекта, поэтому истребитель минус, а вот летчики спаслись и еще могут принести нам вред. Хотя, надеюсь, переломались и что-нибудь пока катапультировались. Про стратегический бомбардировщик в Олении докладывал вчера. Атаки подверглись также военный аэродром в Энгельсе и Дягилево в Рязанской области и НПЗ. Это атака наших беспилотников. Еще 21 июля, но доложили нам в эти выходные, ГУР поразил вражеские вертолеты Ми-28 и К-226 на одном из аэродромов, причем уже есть видос подтверждающий, и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны Кряж в Самаре 24 июля поражен тоже нашими разведчиками. Как все это происходило, что не знаю, но это официальная информация от наших разведчиков. Атакамсами, кроме того, что мы ударили по аэродрому Саки, про который мы, этот отчет полностью был на прошлой неделе, как выяснилось еще дополнительно в пятницу, нет, в субботу, в субботу, мы ударили, это сами россияне, кстати, докладывают, по Луганской области, как раз там шло построение военных этих самых русских, и удалось уничтожить 19, убить россиян, 71 ранить, потому что военнослужащие проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций. Все это был какой-то там мотострелковый полк 90-й танковой дивисии из Екатеринбурга. Вот жили бы себе в Екатеринбурге, это же на Урале, вам что, гор там не хватало? Чего вы сюда приперлись, а? В Луганскую область. Едьте в горы, ехайте, ехайте, ехайте к себе на Россию, тех, кто жив еще. Атакамсов на всех хватит, это точно. Ну и по Курской области, по нефтебазе ударили, нефтебаза горит. Это все было, опять-таки, в воскресенье рано утром. Сожгли мы нефтебазу. Ну там три резервуара, это даже россияне признали, что мы прям в три резервуара попали. Но это горячая война. Теперь к такой холодно-горячей, к теплой войне. То горячая война, бывает холодная война, это когда мы ракетами там грозим, сима, а не нам. А бывает теплая война, это когда вроде воюем, но неофициально. Вот вам, пожалуйста, несколько теплых войн. Значит, главе Министерства внутренних дел Франции, Жеральду Дарманену, отправили письмо с черным порошком, в котором обнаружились следы чумы. Прямо по-настоящему чумы. И я думаю, что это повар. Тот самый повар русский, которого... Почему это вдруг именно главе МВД Франции? Потому что Олимпиада. Потому что во время Олимпиады решила Россия гадить. Как и обещала, кстати, подгадить на Олимпиаде. И вот то, что происходит. То, что происходит. Кстати, из забавного такого, чисто, но приятного нам, конечно, Франция лишила аккредитации на Олимпиаде российских корреспондентов ТАСС и РИА Новости. И Песков назвал это решение неприемлемым. Обвинил власти Франции в ущемлении свобод СМИ. Забавно, да? Почему, собственно говоря, ущемление? Вы кто такие? Вам зачем Олимпиада? Она у вас запрещена как-то. Удивительно рядом, но нам оно запрещено. Должны цитировать Высоцкого российские СМИ, вместо того, чтобы показывать Олимпиаду. Вот, следы черного порошка. Думаю, что российская провокация. Пытались чумой заразить олимпийцев. Дальше, вокруг земли вращаемся. Эрдоган, президент. Сегодня такая вроде каша, но это не каша. Это все звенья одной гребанной цепи. Звенья одной гребанной цепи. Эрдоган угрожает Израилю вторжением, физическим вторжением. Эрдоган, президент Турции. То есть Турция собралась вводить войска в Израиль. Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не смог сделать эти вещи с Палестиной, сказал Эрдоган на своем партсобрании. Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не помешает нам это сделать. Мы просто должны быть достаточно сильными, чтобы сделать эти шаги. Ну, во-первых, какая новость? Оказывается, турецкие войска вошли в Карабах. Кто бы мог подумать. А мы думали, что азербайджанские. А мы думали, что азербайджанские. Ну, короче, получается, что президент Турции угрожает Израилю военным вторжением. Израиль уже ответил. Министр иностранного дела Израиля, Израиль Кац. Выступил с заявлением в ответ на угрозы Эрдогана. И сказал, что Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему бы следовало вспомнить, что там произошло и чем все это закончилось. Мы-то помним. Хусейна повесили американские морские пехотинцы по приговорам иракского суда. Но я сейчас не про Эрдогана. Я про то, что что случилось с Хусейном, мне кажется, надо вспомнить не Эрдогану. Мне кажется, что случилось с Хусейном, надо вспомнить только американскому руководству. Вот они же смогли когда-то повесить Хусейна. Сейчас нужно еще буквально несколько... Я не про Эрдогана, вот вообще ни разу. Но что-то не хватает нам в настоящих, как говорится, буйных. Не хватает. Не хватает. И ведь заметьте, уже настолько до чего дошло, что Нью-Йорк Таймс сообщает, что оказывается вот этот мерзкий гнус Белый Ус, Белоусов, звонил Ллойду Остину на прошлой неделе и рассказывал, что Украина якобы готовит против России какую-то тайную операцию. Так Ллойду Остин сказал, не беспокойтесь, не беспокойтесь, мы сейчас позвоним в Украину, их успокоим, попросим их тайных операций против России не проводить. В Пентагоне были удивлены сообщением мерзкого гнуса Белого Уса. В Вашингтоне отнеслись к звонку серьезно и передали в Киев сообщение, смысл которого, как пишет Нью-Йорк Таймс, если вы действительно собираетесь сделать что-то подобное, то не стоит. Почему не стоит, что не стоит вообще? Слушайте, вот они террористы мировые, они объединились по-настоящему. Например, россияне обстреливают Украину корейскими ракетами, северокорейскими. То есть Россия покупает ракеты, ну или берет бесплатно, не знаю, в Северной Корее и убивает украинцев этими ракетами. А в это же время нам, с нашей стороны фронта, не дают ракеты, чтобы бить по России, по российским городам. А почему? Почему там одна страна берет у другой страны ракеты и стреляет по нам, а мы так не можем? В чем смысл-то этой, что это за холодная война такая? Я что-то вообще не понял. Ну и вот вопрос, мы с вами там спорим, то радуемся, что у Камалы Харрис рейтинг, то еще что. А где в Америке вот хотя бы один кандидат, который поведет себя как Рейган и скажет простую вещь? Я иду, прихожу к власти сейчас в Америке, в США, для того, чтобы уничтожить полностью террористический интернационал, чтобы разбить Иран, Северную Корею, Россию. Вот моя каденция начинается в 2025 году, в январе, и через 4 года на карте не будет ни мерзкого розового пятна России, ни шахского этого, господи, не шахского, а наоборот, аятулского Ирана, ни династии Кимов в Северной Корее. Везде будет демократическая власть и свобода. Ну пообещайте, хоть один, потому точно будем, но не один. Почему никто? Ни Трамп с этим не идет, ни Камалы Харрис с этим не идет. А почему в Америке нет такого даже кандидата с такими лозами? То есть Америке это вообще не нужно и не интересно? Сбылось мое пророчество, Барак Обама и Мишель Обама публично поддержали выдвижение кандидатуры Камалы Харрис на пост президента США. Мы сказали ей, что по нашему мнению она станет фантастическим президентом США, и что мы ее полностью поддерживаем в этот кратический момент для нашей страны, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить ее победу в ноябре. Об этом еще в пятницу вечером сообщили Барак и Мишель Обама. А я ведь в пятницу в выпуске сказал, поддержат в ближайшие выходные. Даже не стал в субботу дожидаться, в пятницу вместе с Мишелькой поддержал. Ну, все как и было предсказано. ABC News, кстати, опубликовал новый еще один уже, очередной, четвертый, да, четвертый из таких весомых опросов по поводу популярности Камалы Харрис. Вот как изменилось все. Значит, две недели назад, когда Камала Харрис еще не была кандидатом в президенты, то ей, как это было, это сейчас не про голосование, это как бы нравится, не нравится, спи моя красавица. Значит, нравилась Камала Харрис 35% опрошенных, не нравилась 46%. Но стоило ей стать, неофициально пока даже, кандидатом в президенты США, как уже она нравится 43%, а не нравится всего 42%. То есть было минус 8%, минус 9% даже. А стало плюс 1% в том, насколько она нравится или не нравится людям. Забавно, да? Все растет и растет число членов демократической партии, которые за то, чтобы Камалу Харрис на съезде выдвинули. На прошлой неделе еще было 70%, сейчас уже 86% демократов за то, чтобы выдвинуть Камалу Харрис. И, кстати, 51% независимых, чтобы выдвинуть Камалу Харрис. А вот тут дальше интересная цифра. Интересная цифра. Мне кажется, что она обо многом говорит. Вот я говорил, что была неделя такая, даже две недели, прям когда болтовал Трамп. Сначала дебаты, потом вкушение, потом выдвижение. Все это было прямо за Трампа. Вот сейчас идет вторая неделя Камалу Харрис, и вот что говорят американцы. Значит, что 48% американцев чувствуют энтузиазм по поводу выдвижения Камалу Харрис. 48% почти половина. По поводу выдвижения Камалу Харрис от демократической партии. Половина страны. И только 39% чувствуют энтузиазм по поводу того, что Трампа выдвинули от республиканской партии. Все-таки понимаете, да, в чем, мне кажется, у каждого свои у них преимущества. У Трампа свои, у Камалу Харрис свои. Но у Камалу Харрис вот именно энтузиазм. Как ты смотришь на Трампа, я смотрел тут его выступление во время ралли его предвыборного. Я не вижу в нем энтузиазма. Я вижу в нем скорее усталость, чем энтузиазм. Типа, да как вы все меня заманали. Да вы все... Что вы тут вообще со страной сделали? Сейчас обрету порядок на виду. Вот так это выглядит. Вот если бы он вышел и сказал, я уничтожу Иран, Северную Корею и Россию. Это был бы сильный аргумент, как мне кажется. Это был бы сильный аргумент. Кстати, забавно. 15% американцев по этому самому опросу, который проводился месяц назад, негативно относились и к Трампу, и к Байдену. 15%. Одинаково негативно сказать. Нет, ни тот, ни другой. Ни это, ни это не хотим. 15%. А сейчас, когда спрашивают про Трампа и Харрис, только 7% говорят, нет, не хотим ни того, ни другого. Ну и исследователи увидели, что это за счет того, что не такой негативный антирейтинг у Камалы и Харрис. Поэтому вот такие в Америке дела. Но еще одна составляющая часть оси зла, это, конечно, Орбан. И Фитца, да, еще. Фитца сказал, как это, раз такое дело, горе огнем, больше мы малярничать не пойдем. Фитца сказал, что не поедет на закрытие Олимпиады в Париж, потому что он увидел всю вот эту на открытии Олимпиады и говорит, больше не поеду. Все, это против моих ценностей, против ценностей Фитца. Это мою девичью честь нарушит, поэтому не поеду. Ну, прям, да, такой знак протеста, в общем, Фитца. А кто его звал? Он же все равно порезанный там, где-то, я не понимаю. Зато Орбан, но они теперь близнецы-братья, да, Фитца и Орбан. Орбан обвинил США во взрыве северных потоков. Он выступал в лагере в Румынии. И там сказал, что ведь, говорит, Европа отказалась расследовать то, как США взорвали северные потоки. Сегодня Европа не делает ничего, кроме как безоговорочно следует за внешней политикой и механической партии США. Даже ценой самоповреждения. Мы молчим о подрыве газопровода «Северный поток». Сама Германия молчит об очевидном акте терроризма, совершенном под американским руководством, против ее собственности. И мы не расследуем, не пытаемся выяснить и не поднимаем этот вопрос юридически. Ну как? То есть, говорит, надо расследовать, не взорвала ли Америка северный поток. Это же немецкая собственность, как мне стыдно. Уже Польша, Польша предложила исключить Венгрию из ЕС и НАТО, Польши. Вернее, предложила самой уйти Польши. Зам. иностранных дел Польши Таофил Борташевский. После того, как Орбан еще и против Польши высказался, он говорит, а почему Венгрия вообще хочет оставаться членом НАТО и Евросоюза, который им так не нравится, и который якобы плохо к ним относится. Вот так постепенно раскладываются страны в разные две корзины, да, по двум корзинам. И, возможно, Венгрия со Словакии пойдут туда, к Северной Корее, Ирану. Возможно, возможно. Ничего заранее я вам на эту тему сказать не могу. А вот что я вам могу сказать, но уже не заранее, а задним числом. У нас осталось не так много времени. Во-первых, прошу подписаться на канал Штельман. Но еще потерпите меня несколько минуток, потому что есть несколько хороших русских новостей. Ха-ха-ха-ха. Несколько хороших русских новостей, да. Ну, такие новости из России, в общем, как мы любим. Во-первых, президент СНИИ, это ЦННС «Волна», попытался покончить с собой на Красной площади. Получил легкие ожоги в результате. Видимо, сам себя сжечь хотел. Некий 74-летний Арсеньев, президент ЦННС «Волна» – это институт, который гособоронзаказ выполняет. То есть военный институт. Мог совершить акцию протеста против обвинений в срыве гособоронзаказа. Так вот, что интересно здесь. Что, ну хорошо, на Красной площади чувак решил покончить с собой, сжечь себя. И вот в России высказывают на эту тему версии по поводу этого Арсеньева. И вы знаете, человек возглавляет научно-исследовательский военный институт. И в России никто даже не высказал версию, что он решил покончить с собой, узнав о том, что при помощи разработанного им оружия убито столько детей. Что он увидел фотографии жертв своей работы. Что он увидел фотографии убитых им детей, взрослых, сожженных им домов. И из-за этого покончил с собой. Нет, они говорят, ему стало стыдно, что не выполнил гособоронзаказ. Из-за этого решил покончить с собой. То есть в России сегодня, ну это российские СМИ цитируют, не приходит даже никому в голову такая версия, как «стало стыдно». Осознал тяжесть совершенных преступлений. Нет таких версий. Стыдно, может быть, только за то, что не выполнил гособоронзаказ. Зато совершенно не стыдно Дмитрию Булгакову. Не путать с Михаилом Булгаковым. Это бывший замминистра Российской Федерации, военный, в смысле, замминистра обороны Российской Федерации, арестован за то, что воровал деньги вместе с Шойгу. Прикольно, продолжаются эти самые меры по изысканию денежек в России. Денежек будет действительно все меньше. Уже Набиулина повысила тут учетную ставку в России с 16 до 18 процентов. То есть кредит за это все сложнее будет, ипотеки дрожают, все это самое. И вообще экономике, к счастью, Российской постепенно наступает. Не самое хорошее состояние. А мы еще с американцами, естественно, подливаем, как мы это любим, масло в огонь. Индийские банки попадут под санкции, потеряют доступ к финансовой системе США, если будут сотрудничать с Российским оборонопромышленным комплексом. Такой документ попал Ассоциации банков Индии. Значит, потому что это письмо американского Минфина в Ассоциацию банков Индии. Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт чувствительных товаров, таких как станки и микроэлектроника, и обращаются к иностранным финансовым учреждениям для упрощения этих операций. Поэтому мы вам предупреждаем, товарищи индусы, если будете вот это вот, то будет вам вот такое вот. Ну что еще осталось у нас на сегодня, пока вы ставите лайки и подписываетесь? Ну, наверное, по-бырому про Туарегов надо закончить историю. Как вы знаете, повстанцы Туареги действительно разгромили ЧВК Вагнер в Мали. И вот что они сказали, что они готовы передать Украине всех оставшихся в живых и сдавшихся в плен Вагнеров. Письмо они написали такое нам. Дорогие украинские братья, это мы, то бишь мы украинские братья Туарегов. Как вы знаете, Туареги с нами один народ. Дорогие украинские братья, мы вооруженные силы Туарегов, хотим выразить нашу поддержку в вашей борьбе против российского агрессора. Мы взяли в плен значительное количество наемников Вагнера и намерены передать их вам как жест солидарности. Я вчера говорил, что может они оружие попросят на вид денег. Нет, это был жест солидарности. Этот шаг направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Вот так, когда выбирают страны, народы, на чьей стороне быть, то вот видите, Венесуэла сегодня выбирает на чьей стороне оказаться в этой войне. Венгры сомневаются, какую сторону занять. А вот Туареги полностью определились. Убили 33 бойца ЧВК Вагнер, ранили еще 18. Последние трое героически, значит, сопротивлялись и написали, остались втроем. Продолжаем вести бой. Продолжали, продолжали. И все тоже умерли или в плен попали. И они не одни умерли. Вот еще вчера в парке Патриот, Патриот, в российском парке Патриот, который построили наворованные из Министерства обороны деньги, молния ударила в трех человек посетителей парка Патриот. Это где вот этот храм Победобесия. Один убит, двое раненых. Смешно, смешно, по-моему, мне кажется, что когда молния прямо... Я думаю, что это тот самый Зевс. Вы знаете, за что он мстил? Он мстил за... Мне так кажется, что мстил Зевс, этим самым посетителем парка Патриот, за то, что они решили заканцелить вот это открытие Олимпиады в Париже. Там же была картина «Сумерки богов». И Зевс решил отомстить россиянам за это, ударив молнией по парку Патриот. Все. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok